Вот уже 10 лет литературный альманах «Кольчугинская осень» объединяет не только жители разных уголков Кузбасса, но и представители различных поколений. В первом номере были опубликованы произведения не только опытных авторов, но и начинающих поэтов. Увлекает живостью и сочностью красок обложка. Получить в коллекцию домашней литературы – такое удивительное издание – мечта каждого. А попасть на страницы альманаха – особая честь. Вышел 10-й юбилейный выпуск литературы альманаха «Кольчугинская осень». Огромное спасибо администрации Ленинско-Кузнецкого городского округа управления культурой библиотеки имени Крупской, с которыми 10 лет ведем вместе, рука об руку, 10 лет выпускаем альманах. За 10 лет по литературному альманаху «Кольчугинская осень» можно смело изучать литературу Ленинско-Кузнецкого, Кузбасса и даже всей страны. Темы произведений животрепещущие и самые актуальные. Любовь, родина, природа. В юбилейный выпуск вошли произведения только кузбасских авторов. Около 15 рубрик. Среди новых рубрика «На честном слове» специально для молодежи. В общей сложности в юбилейном литературном альманахе представили свое творчество 75 авторов. Галина Золотаина, Алексей Бельмасов с большой поэмой «Литературная пыль», Василий Гуляев, Ирина Надирова, Юлия Сливия, Владимир Иранов, Нина Сурова. Все авторы представлены. И, конечно же, представлены наши именитые члены своего писателя России со всего Кузбасса. В рамках презентации юбилейного литературного альманаха состоялись литературные чтения и творческие встречи. Одну из них провел знаменитый кемеровчанин, писатель, прозаик, публицист и поэт, юбиляр Сергей Донбай, которому исполнилось 80 лет. Кольчугинская осень, вот для меня, во-первых, когда-то я очень жалел, что уходит из города Ленинска-Кузнецкого такое прекрасное название его когда-то – Кольчугино. И мы с друзьями между собой так называли Ленинска-Кузнецк Кольчугина. И вот сейчас Кольчугинская осень вот как бы сохранила это слово для наших будущих читателей, нынешних читателей. И это очень здорово, потому что наша история из этого и складывается. Возможность познакомиться с произведениями юбилейного альманаха есть у каждого. В Центральной городской библиотеке имени Крупской несколько экземпляров Кольчугинской осени ждут читателей.